И дальше про деньги. Американские сенаторы призвали, а теперь вдумайтесь, не отдавать долг Китаю в размере одного триллиона долларов. Вот, вот. Почему наши сенаторы, извиняюсь, народные депутаты, не призвали не отдавать долг МВФ? Голова, голова, голова. Нет, ну почему? Коронавирус. Нет, у меня есть кредит в банке. Ну вот у меня реально. Я иду в банк, значит, говорю, ребята, наши американские партнеры сказали никому не отдавать. Я вам не отдаю все, что я должен, я вам прощаю. А лучше звонишь и кашляешь? Нет, мне понравилась шутка. Сначала ты кашляешь трубку или приходишь и кашляешь на них? Ну что, пришла смска, что я выиграл машину, то я отнес в банк, пускай засчитает в минус кредит. Нет, я другую историю вам расскажу. Реально, в банке там очередь стоит, там заплатить какой-то коммунальный. Державный, приватбанки? Да нет, какой-то коммерческий, который связан с человеком, который хотел стать премьер-министром нещодавно, но его не сделали, и там у него в офисе такой был кипиш, все на жой. Ну не суть. Короче, очередь в банке, приходит бабушка такая, реально. Я думал, что анекдот, а потом она пропустит, дедочка заболел, и повертается мужичок такой. Все такие. Все. Все. Хотела на коронавирус? Сейчас анекдот есть очень хороший. Да, все же писали пришло. Доктор, доктор, у меня нос заложен, говорит, у меня квартира заложена, дом заложен и квартира заложена, а вы со своими соплями, понимаешь? Так что тут... А у нас там есть... Шо-шо-шо. Важный номер. Сенатор-республиканец Линси Грэм заявил, это уже третья пандемия, приходящая из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши, обезьяны с вирусами, которые затем переносят через еду. Поэтому, чтобы загладить свою вину, ну, Китаю можно раскошелиться и, собственно, на один триллионов долларов, да, списать. Сделать генеральную бурку. Вот это лайфхак, я понимаю. А вот Зеленский говорит, давайте там что-то продадим, возьмем ОМВР. Просто вот повесить на виновных торжества. Знаешь что, если списывать все борьбы, так давайте найдем того, кто чпокнув обезьяну, когда у нас снит появился. Ну, если мы тут заведем... То есть еще в Африке, наверное, было. Чтобы уже полностью все посписывать. На что, кстати, в Китае сенатору ответили. Это следующая новость. Китай опроверг версию... Еще бы правильно. ...искусственного создания COVID-19. Нет никаких подтверждений, нет оснований считать, что он был выведен искусственно в лаборатории в Ухане. Вот такой междусобойщик. Вот, сказал товарищ генерал китайской санэпидемиологической службы. Которого нет одного триллиона долларов списать. Нет, я думаю, что была бы костей сми так впечатляет, значит, кинули в лицо, говорит, заберите свои деньги. Вообще. Вообще. Заберите. И все. Не, а мог бы показать, взагалей экономику в Китае, надурковал, и фальшивых будет долларов. Вообще ждите, скоро будет COVID-20. Апгрейд. Апгрейд. Конечно, будет версия 2.0. Как Олимпиада просто, и все. Это все, да, кстати, да. Нет, это все будет, говорю, 2020. Ну, насколько я знаю, что ВОЗ тоже заявили о том, что, по их мнению, коронавирус, ну, и он не создан, скажем так, людьми, да, то есть он вот возник мутацией. Инопланетяне принесли, да? Ну. Просто костюмы свои побросали грязные где-то. Я так вот скажу, что на китайских рынках. Что происходит? Да, там он может... Нет, ну, с наших рынков некая зараза вышла. Просто на самом деле, не надо облизывать НЛО, ребята, не надо облизывать НЛО. Прилетела, стоит забежистяная тарелка. Не трошу. Не перешла, она, ну, нет, своя есть, назад заправленная. Вот и все. Ты считаешь, что вот... Продезинфицировал руки после общения. А просто кто-то побежал и решил, как бы, ну, облыбзаться, да, вот это все сказать. Кстати, Алексей, ты про музей спрашивал, и вот в Китай, как передовая страна, которая вот уже проскочила, эту пандемию, начали запускать туристов на Великую Китайскую стену. Да, у нас даже это видео есть. Чтобы шо? Чтобы показать... Чтобы показать все. Пусть видят, знаете, Великую Китайскую стену, видят, что Китай смог... Могущество, да. Да. Кашляли, кашляем, и будем кашлять. Да. Главное, мне кажется, не облизывать эту стену. Главное, за ту сторону не переходить, да. На ту сторону. Ну, ты чмыгать вообще, слышишь, кашляли и кашляем. Да я представляю просто, какие бы шоу, был бы у наших, пока вы загружает, и певничных суседей, как бы Ленин в Мавзолее так... Это было бы... Чихнул! Кстати, это любимая новость Алексея была. Вот так вот, причем, знаешь, как правильно сейчас чихать. Да, да, да. Не, ну 150 лет Ленину. И вот Зеленскому. На этой неделе. На этом посту. Да. А это связано. Уже как совпало. Ага. Зе... Ле... Зеленин. Зеленин. Ужас. Ужас. Вы на что намекаете? Да, вообще не нашел. Сталин на вас... Саакашвили пришел. Ты шо? То есть все сочетается? То есть все сочетается? Мы Зе Ленин. 150 лет Ленину. Ленину. У нас созвучено. И теперь заходы грузин. Кто после Ленина был? А если Саакашвили решит... А может быть... А если он усы решит отрастить? Подождите. Ну ладно, если Саакашвили, это, как ты говоришь, аналогия к Сталину, то Арахамия, это кто? Берия будет, что ли? Как они там будут делить эти роли? Что там? Нет, а мы на самом деле не знаем подпольного вам. Вот какие-то у них клички у Саакашвили есть что-то... Дубинский, Троцкий, да? Не завидую. Араберия просто. Араберия.